Девушки отдыхают Стоит подождать, среди них пчела с камерой. Ей на глаза лучше не попадаться. Девушки отдыхают Ну а как я пойму, какой именно уровень тревоги объявлен? Индикация уровней тревоги выведена на полимерную сетчатку вашего глаза. Вы в натуре ебанули! Девушки отдыхают 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 Продолжение следует... 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 Это и есть устройство взлома системы безопасности? Взломать эту систему не так-то просто. Слушай, Вань, я под конец вахты начал с помощью световой азбуки общаться со смотрителем маяка на той стороне озера. Видишь, стоит. Анива называется. Он подумал, ему там, наверное, одиноко. Ладно, я тут на станции работаю, тут деревушка, люди радушные. Ловил их под землей опять же. А его же вместе с самим маяком привезли с Сахалина. Сколько это тысяч километров? Две? Представляешь, он там на море жил, кораблям сигналы давал, а теперь здесь стоит. Ему должно быть тоскливо. А, короче, просьба у меня. Общайся с ним тоже иногда, ладно? Ну все, пост сдал, пост принял. Удачи! Куда торопишься, внучок? Бабзина, ты что ли? Не забыл старуха-то? Молодец. Как тебе комплекс Вавилова? Понравился их милейший кустик? Этот милый кустик чуть меня на тот свет не отправил. Чудом выкарабкался. Вот что я скажу, внучок. Пушки тебе нужны побольше, тогда и гадость всякую будет истреблять сподручнее. Это точно. Только с пушками пока сложно. А ты загляни ко мне в избушку. А вот это еще для тебя какой чертежик. И валан взломать помогу. Были у меня коды к ним. Записано где-то. К тебе в избушку? Угу. Что за баба-яга такая без избушки на курьих ножках? Ну ты даешь, мать. Уже иду. Где изба твоя стоит? Видишь полянку на холме? Что дальше по дороге от вышки твоей? Иди туда и жди меня там. Скоро буду. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. Отпусти, сученыш! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фу, давно бы так. Чуть не убил меня металлолом долбанный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот и я, внучок! Спасибо, бабзин. Подсобила. Где эти твои пушки побольше? Дальше без них никуда. Заходи-ка в избу. Чайку попьем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чайку себе сам нальешь. Классный телек. Что показывают? Мультики. Господи. Присядь да посмотри. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты еще что за... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тихо! Касательно информации о... Повнимательнее смотри. ...внутреннем сбое на предприятии номер 3826. Товарищ Молотов, сбой уже устранен. Последствия ликвидированы. Нет никаких причин для беспокойства. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Устранен или не устранен. Информация об этом событии имеет все шансы попасть на стол к нашим американским друзьям. Вы понимаете, чем это грозит? Всем нам. Международный скандал. Я прекрасно понимаю. Понимаете? Под угрозой наш проект Мой. Атомное сердце. Мой проект? Проект, который я создал еще до начала этой проклятой войны. Проект, который вы все отказались тогда признавать. Сколько миллионов советских граждан сгинули в войну в кровавой мясорубке? Я поклялся, что подобной трагедии в мире больше никогда не повторяю. Я очень рад, товарищ Сечин, что человеческая жизнь для вас все еще дороже, чем ваши механические игрушки. Но это никак не отменяет того факта, что у нас у всех на шее сужающаяся удавка санкций Запада. Товарищ Молотов, для меня человеческая жизнь действительно стоит превыше всего. А время капиталистических эксплуататоров подходит к концу. Скоро рабочий класс на Западе сбросит с себя ермоугнетателей. Товарищ Молотов, я прекрасно представляю всю ответственность, которая лежит на моих плечах. И полимеризация всего населения СССР. Запуск нейросети коллектив. Запуск операции «Атомное сердце». О какой ответственности вы говорите, товарищ Сеченов? Вы понимаете, что если в США узнают о том, что ваши машины способны по щелчку пальцев переключиться в боевой режим, то на вашем проекте можно поставить крест? Они ничего не узнают, повторюсь. Последствия сбоя уже ликвидированы. Товарищ Сеченов, возможно, некоторые члены Политбюро готовы поверить вам на слово, как заслуженному деятелю и члену Президиума Академии Наук, но боюсь, что для меня вашего слова недостаточно. О чем вы говорите? Высшее руководство страны поручило мне возглавить специальную комиссию, которая оценит последствия вашего сбоя. Мы будем у вас на предприятии уже через несколько часов. Вам ясно, товарищ Сеченов? Ну, если партия считает это необходимым, товарищ Молотов, то... Это же закрытая линия правительственной связи, Бабзин. Откуда у тебя эта передача? Это не передача, Милок. Это прямое подключение к правительственной линии. Не думай об этом. Это моя забота. Тебе делом пора заняться. Гостиниц забери в углу. Кадами от Валана небось и сам знаешь, как пользоваться. Да, чертежик прихвати. Мой ремшкаф знает, что с ним делать. Пользуйся, не укусит. Не то, что твоя подруга. Да уж, подруга. Спасибо, мать. Цены тебе нет. Субтитры создавал DimaTorzok Выберите желаемое действие. Да уж, непростая ты старушка. Разве? Ты путаешь чего-то, внучок. Ну да. Изба летающая. Компьютер квантовый под потолком. Перепутаешь тут. Не, я таких как ты не встречал. А может память у тебя девичья? Я, может, после ранения мелочи, какие не признаю. Да уж тебя бы точно запомнил. Мелочи. Ладно, у тебя дело важное было. Отлагательств поди не терпит. Есть такое. Но в ДНХ мне попасть надо. Тут где-то станция железнодорожная должна быть. Аккуратно, деревня она. Ступай прямо по дороге, не заблудишься. Только на небо внимательно поглядывай. Уж больно круто, а ты, баба Зина. Спасибо, что заметил. Считай, тебе крупно повезло, что я за тобой присмотреть решила. А нахрена тебе за мной присматривать? Разобраться хочу. Слабак ты? Или нормальный мужик? Грубо. Зато так быстрее доходит. Как ты выжила-то? Да не выжила я. Умерла. Как это? В смысле? Дурачок ты, что ли, такие вопросы задавать. Так бы взяла половник, не дал ладе по башке. Выживать обучена. Так и выжила. Как ты за Сеченого следишь? Как за всеми остальными. Технологии, милок. Давай так. У меня избушка непростая, у тебя перчатка. И мы не задаем друг другу вопросы, что и откуда. Идет? Допустим. Странную ты дома животинку держишь. Да это не животинка странная. Чаек у меня такой, своеобразный. А курица? Ну, как курица. Вполне обычная. Чего? Шутка юмора. Ты чего? Чипированных куриц не видел. Мы же на предприятии 3826. Чего здесь только нет, как в изумрудном городе. Не видел. Вообще не знал, что такие бывают. Ну, не видел, так посмотри. Так, мне пора. Ступай, касатель. Кстати, внучок, ты там внизу пару колечек не находил? Золотые такие, в коробочке. С литерой предприятия 3826. Кольца в коробочке? Нет, бабзин, такого не видел. Не до этого было. Ну, ступай, ступай. Водонахождет, ага. Спасибо большое. Правда помогла. Стой. Тебя ведь там Штокхаузен ждать будет. Да откуда ты все знаешь-то, а? Тверблюда. Передай фрицу, если бы он не бегал за чужими бабами, может, все по-другому бы вышло. Слушай, ладно, я вообще не понимаю, о чем ты. Машину в деревне возьми. Пешком до станции далеко. Крас, кто такая эта баба Зина? Затрудняюсь ответить, товарищ майор, я с ней не знаком. Да? А мне показалось, что ты в курсе. Почему вы так решили? Да ты ни слова не проронил. Наверняка не хотел, чтобы она тебя услышала. Я решил не обнаруживать себя до тех пор, пока не сделаю точный вывод относительно того, на чьей она стороне. Логично. А что за проект «Атомное сердце», о котором говорил Дмитрий Сергеевич с товарищем Молотовым? Таких данных у меня тоже нет. Этот вопрос лучше задать академику Сеченову лично. Ладно, неважно. Если потребуется, шеф сам скажет. Пошли искать дорогу на станцию. Дмитрий Сергеевич Мы, наконец, в системе. Вся местность как на ладони. Ищем нужную камеру. Есть контакт с камерой. Храс, ты получаешь телеметрию? Я уже в системе. О, работает. Отличная новость. Эта возможность однозначно пригодится. Вот и ворота. Открываем. Имеющийся в перчатке сканер может быть задействован прямо сейчас, непосредственно во время сеанса доступа к видеокамере. Надо попробовать. Надо попробовать. Продолжение следует... Опять же. Опять же. Опять же. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Твою мать! Откуда они вообще берутся? Робот-шмель доставляет их с ближайшей автофабрики. Продолжение следует... Только как вас понять, мы, увы, не знаем. Только как вас понять, мы, увы, не знаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Их мама родила, а видно, в понедельник их мама родила. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Билетов нет, касса закрыта Ну нет и нет, что кричать-то? Остаточная полимерная память, судя по всему, и что логично, вбирает в себя самые яркие жизненные переживания Не согласен, это могут быть последние воспоминания Не может советский гражданин зациклиться только на работе А комсомол, а пионерлагерь, а мечты, культура А сами вы многое помните и цените? Все, закрыли тему, ты вообще просто программ Добрый день, товарищ Добро пожаловать на борт уникального скорого поезда «Вихрь» Гордости транспортной системы предприятия 3826 Мне нужно срочно попасть на ВДНХ С удовольствием, товарищ В данный момент загруженность транспортной линии составляет 0% Вы можете отправляться немедленно А ты случаем не взбесился, как остальные роботы? Разгонишь состав посильней, да разобьешь лепешку вместе с нами Безопасность пассажиров есть первейшая задача любого роботизированного транспортного средства Наши алгоритмы Видал я ваши алгоритмы Храсс, может на станции есть информационная нейрополимерная капсула С руководством по управлению поездом? Найдем ее, и ты сам поведешь этот вихрь К сожалению, данная станция не является узловой Информационной капсулы с руководством здесь быть не может Твою мать Отлично, поехали Если у вас есть билет на поезд Какой нахрен билет, ты дурак? Кругом трупы, на предприятии введен экстренный протокол Запускай состав немедленно Товарищ, согласно советским законам Безбилетный проезд возможен только для инвалидов и беременных женщин Я не фиксирую у вас признаков беременности Выявите справку от гинеколога Сука, я у тебя сейчас признаки беременности зафиксирую В случае наличия у вас умственной инвалидности Предъявите справку из психоневрологического диспансера Ну все, пиздец тебе Товарищ майор, обращаю ваше внимание, что данный ратик не является автономным роботом Он и есть скорый поезд-вихрь Его уничтожение выведет поезд из строя Ладно, сюда слушай, обморок Где мне взять твой сраный билет? Вы можете купить билет в ближайшей кассе Пассажирам с детьми доступны льготные тарифы Какая нахрен касса? Все убиты Касса не работает, билетов нет Товарищ, согласно советским законам Безбилетный проезд возможен только для инвалидов и беременных женщин Все, сука, заткнись А то точно придется до ВДНХ пешком по шпалам идти Уникальный поезд? И в чем это заключается? Он что, по воздуху летает? Благодаря революционно-магнитной транспортной системе МАГЛЕВ Разработанный инженерами комплекса Челомей Скорый поезд-вихрь способен развивать невероятную скорость без потери комфорта пассажира Являясь неотъемлемой частью нейросети Вихрь самостоятельно корректирует скоростной режим И балансирует расписание движения Анализируя загруженность транспортных линий И количество пассажиров В зал ожидания С запуском коллектива 2-1-0 Достаточно, мне все ясно Время уходит Так, ладно Отойду пока Ну и что мне теперь? Каждый труп обыскивать? Предлагаю сначала поговорить с убитыми, прошедшими полимеризацию Да не в восторге я от таких бесед Билетов нет, касса закрыта Мне нужен билет на поезд Какой нафиг билет? Кругом озверевшие роботы, помогите! Убивают! Мужик, тебя уже убили Орать поздно Я должен укрыться, отойдите! Вы сдадите меня роботом! Ты уже укрылся Роботы к тебе больше не подойдут Скажи, где мне взять билет на поезд? Я не стану открывать кассу Меня заметят роботы Попросите билет у кого-нибудь Билеты неименные Коллега, спасти Провал Извините, товарищ, у вас нет билета на поезд? Раменки Срочно ехать Авария Что? Всех подвел Люди погибнут Правильно, что ликвидирован Солнце Зад Да е-мое, снова мимо, боль Не все роботы одинаково полезны Неполезны Учту, мне пора 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 Субтитры делал DimaTorzok Товарищ, а не уступите билет на поезд. Очень надо. Вы живой? Скорее бегите. Покиньте территорию предприятия. Не могу. Мне все это разгребать предстоит. Мы с коллегами тоже так думали, когда тревогу объявили. Теперь вот прячемся кто где, вместо того, чтобы роботов чинить. То есть ваш билет тоже просрочен? У меня проездной на месяц. Месяц уже истек. Сколько я здесь лежу? Нет, месяца еще не прошло. Товарищ, разрешите, я заберу ваш проездной. Вам он уже не нужен, а из меня этот долбанный Рафик в поезде все уже нервы вымотал. Вы видели Рафика? Ни в коем случае не подходите к нему. Рафики убивают, если с ними заговорить. Это точно. Еще немного общения с этим железным мудаком, и я умру от тоски. Так что насчет билета? А что с ним? У вас проездной остался или нет? Да, забирайте. Он в кармане лежит. Не могу дотянуться. Я сам дотянусь. Спасибо, товарищ. Не подходите к Рафикам. Это опасно. Рафикам. Добро пожаловать на борт уникального скорого поезда «Вихрь». Гордость и транспортные системы предприятия 3826. Этот билет подойдет? Теперь ты поедешь, кровопийца? Товарищ, почему вы сразу мне сообщили о наличии у вас проездного документа? Это ускорило бы отправление поезда. Может быть, потому что в тот момент у меня его не было? То есть это не ваш билет? Проезд по чужому проездному документу – это поступок, недостойный гражданина СССР. Что ты сказал? Не волнуйтесь, дорогой товарищ. Проанализировав окружающую обстановку, я пришел к выводу, что вы сотрудник силовых структур, занимающийся исправлением случившегося ЧП. Очевидно, что при сложившихся обстоятельствах у вас есть права беспятственного перемещения. Ты издеваешься надо мной, что ли? Прошу вас занять любое понравившееся место, дорогой товарищ. Поезд отправляется через десять секунд. Воистину, свершилось чудо науки. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – солнечная. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok